ПЕСНЯ 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 А за кадром звучала бессмертная музыка Микаэла Тривердиева. Улицы городов пустыли, когда по перевидению показывали Штирлица. Если бы Моцарт жил сегодня, то он непременно писал бы музыку к кинам, говорил Тривердиев. Композитор всегда хотел оставаться свободным художником. И такой возможности не было в написании нелоги к кинофильму. Как правило, музыку пишут, когда картина уже готова. В работе над сериалом о Штирлице все было наоборот. Композитор писал свои партитуры по ходу съемок, и часто получалось так, что он даже забегал вперед. В картине есть сцена и логика, которая задается музыкой. Сцена свидания Штирлица с женой. Одна из самых сильных во всем фильме. Среди разведчиков существовала практика устраивать резидентам встречу с родственниками. Во время этих встреч они не должны были показывать, что знакомые начинали бы выбить себя. Поэтому герои почти 10 минут не произносят ни слова. Вместо них творит музыка. Характеристика начали на МСД АПС 1933 года. Фонд Штирлица Макса Отто, штандаршем фюрера СС. Истинный арейец. Характер нордический, выдержанный. С товарищами по работе поддерживает хорошее отношение. Когда Тривердиев писал музыку для фильма «17 мгновений весны», он понимал, насколько велико значение его работы до этого фильма. Ведь Штирлиц не имел права выдавать свои чувства. Из-за этого огромная роль отводилась музыка, которая помогала передать внутренним налог разведчикам. Этот фильм принес славу его создателям. И вот на волне успеха Тривердиева Большой театр решает поставить его балет «Девушка и смерть». Но происходит одна ситуация, и композитор оказывается втянутым в скандал. Если бы не это, он смог бы избежать глубокой травмы, которая повлекла за собой тяжелый инфаркт. Тривердиев писал музыку отнюдь не до престижа. Гордыня даже обладала над ним только один раз, когда в Большом театре решили поставить его балет «Девушка и смерть». Лучшая сцена страны во все времена была раздираема скрытыми от публики конфликтами. Почему руководство театра так несправедливо обошлось с балетом «Девушка и смерть» до сих пор остается загадкой. «Девушка и смерть» За некоторое время до премьеры в театре обострилась вражда между Григоровичем, главным балетмейстером Большого и группой артистов. Композитор оказался невольно втянутым в этот конфликт. Ему пришлось идти на многочисленные уступки и многое менять в своем балете, хотя обычно он этого не делал. Тем более, по указаниям других. И тем не менее, вокруг балета разворачивались словесные баталии. В результате произведение было снято с постановки всего за день до премьеры. Несправедливость по отношению к балету задела композитора за живое. Это привело к развитию у него серьезной болезни – разрушению клапана сердца. Друзья помогли ему устроить операцию в Лондоне. Сердце композитора был введен искусственным клапаном, который продлил его жизнь. Но лишь на несколько лет. В последние годы Кривер Диев писал музыку для органов. Играть на этом инструменте он научился еще в студенческие годы. Он был простым молодым пареньком из Тбилисии. В Москве ему приходилось летиться в общежитии. Там было невозможно заниматься на фортепиано. Но поскольку он был любимым учеником Арама Качатуряна, тот разрешал ему тренироваться в своем классе, где помимо рояля стоял небольшой орган. Судьба распорядилась так, что одно из лучших органных произведений Кривер Диев написал неужасный для всей страны трагедию. Апрель 1986 года. Катастрофа на Чернобыльской АЭС. В зоне повышенной реакции работали ученые и специалисты по ликвидации последствий аварии нелегко по 18 часов в сутки. Чтобы морально поддержать их, в Чернобыль пригласили артистов. Приехали только несколько человек. Далина Густрицкая, Николай Кричков и Никоэл Куривердиев с женой Герой. В перерыве между концертами композитор выразил желание посетить зону распространения радиации, чтобы своими глазами увидеть то, где произошел взрыв. Он отправился туда с женой. Увиденная картина напоминала кадры из фильма Андрея Тарковского «Сталкер». Но если персонажем фильма только казалось, что путешествие в зону чревато опасностями, то реальность оказалась ужасающей. После посещения места катастрофы Кривердиев написал симфонию для органа, которую назвал Чернобыль. Искусственный клапан, который композиторы установили в Лондоне, со временем изнасилился. В последние годы Таревердиев остался один на один со своим заболеванием. В июле 1996-го он вместе с женой Верой прилетел на кинофестиваль «Кинотавр» в Сочи. Таревердиев уже много лет подряд посещал этот фестиваль. Вылет в Москву был назначен на 25 июля. Утром композитор проснулся рано, чтобы увидеть рассвет. Затем он снова лег. Микаэл Таревердиев умер во сне. Таревердиева огорчала бездуховность его века. Он видел, что технологические инновации нередко используются против самого человека. Композитор считал музыку 20-го столетия музыкой разрушения, и хотел писать совершенно другое. «Мне нравится музыка, — говорю он, — которая огощена в душе». Играет музыка Продолжение следует...